Догадывался ли Шагал, пролетая над своим городом, что из Ассоциации о Витебске спустя век будут не только его шедевры, но и позывные славянского базара. Раз в год здесь базар высшей хендмейт-пробы. Лабиринты улиц уже после именитых художников украшают произведения искусства наших мастеров. То, что непременно с душой белорусской. В каждой картине, брошке, посуде устоять не могут даже звезды. С самого первого дня, с самого первого часа мы чувствуем атмосферу, потому что очень весело, очень много людей, все позитивные, веселые. Витебск – это славянский базар, это одно целое. Я не представляю, что будет с Витебском без славянского базара. Мне все говорят, побернись, обернись. Я обернулась, но стоит женщина, выбирает ложечки. А потом до меня дошло, что это Елена Ваенга, и она приобрела у меня ложки, и самое, что, как я и говорила, сережки-басильки. Так что у Елены Ваенги есть мои басильки. И уже тридесятка лет базар вливает искусство в каждый квадратный метр. Это не только о практичном, народном, но также и о высоком. Базар буквально возвышает. И вот ровно как по шагалу. Париж над Витебском, вдохновляешься. И чем это не мотивация вам в следующем году привезти свою персональную выставку на суд искушенному витебскому зрителю? Как, например, сделала Ирина Ромбальская? Известная телеведущая совершила арт-интервенцию и на базар. Посетители в восторге. Я как бы не знала эту часть ее. Я ее видела и знала только как телеведущую. Но мне было это неожиданно и приятно очень. И в одном месте. Пакистанские узоры в дуэте с нижегородскими матрешками выглядят гармонично. Особенно, когда в плейлисте, звучащем в Витебске круглые сутки, песни, объединяющие нации. Они и задают ритм всему базару. В Витебске все сябры. И не важно, кто ты по национальности, а под польку белорусскую уйдешь точно в пляс. Потому заслужена 18-я звезда на знаменитой Васильковой аллее нашему народному Ярмоленко. Он сотворил легендарный бренд почти полвека назад. Искусство, которое всегда исключительно работает на взаимопонимание. Это ценная награда тем, что, во-первых, я сказал, мне очень нравится то, что она называется через искусство к миру и взаимопонимание. Сегодня это как никогда актуально. И дай Бог, чтобы вот это каким-то образом поспособствовало тому, что мы будем жить в мире, в добре, во взаимопонимании, в благополучии. Поэтому всем мы должны, а я вам хочу сказать, всем и артистам, которые сюда приезжают, и всем жителям Минска, и всем жителям нашей страны, и всех наших государств вокруг, гордитесь этим фестивалем. Он один такой, он один, в котором присутствует мир, добро и благополучие, и взаимопонимание. Свою награду артист получил в день открытия из рук президента. Вероятно, лет через ацет свою звезду здесь увидит и Елисей Касич, молодому исполнителю пока 12 лет, но в портфолио уже престижное гран-при юбилейного детского конкурса в рамках базара. Он устроил вокальный пожар, выступив первым, и подняться выше такой планки не смог никто. И как бонус к победе выступление на церемонии открытия о таком мечтают народные и заслуженные артисты. И объятия от Александра Лукашенко как напутствие на успешную карьеру. Вообще очень ответственно. Я собирался перед данной наградой. Было очень волнительно, но я собрался. Вообще впечатления очень радостные. Так получил максимальную награду, достойно представил нашу страну. В общем, всю работу выполнил на 100%. Открытие без участия президента, как и славянский базар без фестивального дождя. Президент вновь опередил критиков, которые так и норовили обвинить базар в отсутствии всего украинского. Александр Лукашенко скажет, как бы ни пытались извне разорвать белорусско-российско-украинское братство, Витебск будет говорить и показывать на всех славянских языках. Украинский не исключение. Все же мир и добро имеют свойство побеждать весь негатив, а дружба между нациями сильнее политической турбулентности. И как бы сегодня не переворачивали историю с ног на голову, мы потеряли Украину задолго до начала специальной операции. Тогда, когда ее политики сами отказались от славянской идентичности. Когда нам чудом удавалось привести на эту сцену украинцев, даже тех, которые давно живут в других странах. Но чего бы нам это ни стоило, на открытии славянского базара звучал украинский язык. И будет звучать. В том числе сегодня. Более того, он будет здесь звучать всегда. Родная Белоруссия, я от щирого сердца тебе говорю, что я тебя очень люблю, как свою родную творчую землю, где я родилась, как спевачка. Люблю белорусский народ. Відчуваю тут себя, как дома. И желаю вам всем мясного здоровья, любови. Сцена летнего офитеатра стала не только ближе к зрителю. И вовсе в статусе портала в потустороннюю реальность. Когда, например, Солодуха поет дуэтом с литовской звездой, а в жюри взрослого конкурса коллегиально принимают решения союзное государство и Евросоюз. Это такой праздник, где самое главное – это музыка, искусство и любовь. А оно всегда открывает все границы. Мы не могли не приехать. В этом году Славянский особо акцентировал внимание, например, дружбы между Белоруссией и Россией. Искусству союзного государства посвятились десятка событий. Ведущая – гала-концерт. Витебская публика единодушна, так не поют нигде. Какие-то заряженные на успех люди. Славянский базар, он формирует здесь такую атмосферу и в Витебске, и в стране, как градообразующая вещь. Я думаю, что очень большое влияние имеет. Объединяет народы, растапливает лед недоверия, строит мосты дружбы. Мы должны вглядываться в глаза друг к другу, помнить, что мы славяне, что мы локоть к локтю. И в глобальном плане мы одна семья, а значит и единый славянский российско-белорусский народ. Ну а что до самых популярных концертов, которые буквально эмоциональные бомбы. Так, ни одного свободного места, чтобы услышать свой золотой хит. Ну это атмосфера любви, атмосфера праздника. Это не только для зрителей, для нас, артистов. Мы очень любим сюда приезжать. Мы одни из, наверное, с самого начала образования этого фестиваля. То есть, мы очень любим сюда приезжать, и, видимо, любовь это взаимно. А параллельно фестиваль искусств молодился. Через дорогу от летнего офитеатра открыли новую локацию. Open Air для тех, кто только открывает для себя базар. Ритм уже задавали те, кто без остановки в наушниках тинейджеров. В каком треке? Это ваша любимая исполнительная? Да, 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 супер! Молодежная волна накрыла базар до самой кульминации. Сейчас интрига сохраняется на международном конкурсе молодых исполнителей «Витебск-2022». Буквально через час распоются 14 сильнейших тембров. Накануне 23-летняя могилевчанка Анна Трубецкая заставляла легко дышать не только жюри, но и весь шеститысячный амфитеатр. Снова телевидный вечер с тобой, Элита, без тебя! Итак, исключительно ловкость голоса и 70 баллов от компетентного жюри в белорусскую копилку в первый день. Сказать, что я счастлива, не сказать ничего. У меня трясется рука, я не могу подобрать слов впервые, Элита, ты знаешь. Я всегда знаю, что сказать. Сейчас нет. Просто спасибо. Я спела не так, как я репетировала. Это пошел порыв. Это пошел вот этот вот энергетический космос, который всегда случается. Сегодня он случился. Перед таким залом я не выступала еще никогда. Я безумно благодарна стране и всем тем, кто сделал этот праздник, потому что так меня не встречали еще никогда. У Беларуси же главный конкурент на победу – это Италия. Как сложится таблица в итоге, узнаем ближе к полуночи. Но известно точно. Увидим Беларусь в числе лауреатов. Не переключайтесь, базар еще не заворачивается, а только собирает букет из всех цветов июля. Эмоции фестивального Витебска собрали в главном эфире. Лидия Заблодская, Алексей Петров и Егор Лисовский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова